Спасибо, что вы с нами, друзья, весьма рад встрече с вами. Спасибо, что мы можем выходить к вам, приходить в ваш дом, выходить из этой студии прямо и делиться тем, что Господь делает сегодня. Я обычно говорю о том, что имею хорошую новость, что Бог не молчит. Мы слышим Его голос, мы видим Его дела, и Его славой полна вся земля. А также будет очень правильно, уместно сказать, что Его славой полна и моя жизнь, и ваша жизнь. Итак, сегодня утром или вечером, в зависимости, где нас смотрят, Юра Аскеров. Приветствую тебя. Будьте благословенны. Welcome back. Thank you. Спасибо. У нас ряд эфиров с тобой было, интересных эфиров. Я слышал, в Украине заинтересовались, в Украине интересуются, особенно той тематикой, которую мы поднимали. Мы поднимали не только, мы поднимали с тобой. В прошлые разы мы встречались, говорили относительно еврейского, так называемого, вопроса. Но перед этим у нас год или уже даже больше прошел эфир на тему душепопечения. И сегодня мы будем говорить на тему местоположения старшего поколения, наших бабушек и дедушек, старших по возрасту, место их положения в Церкви Иисуса Христа. Вы знаете, если можно сравнить с чем-то эту тему, я просто сказал бы, что это бомба замедленного действия. Почему? Вы знаете, если взять Церковь и взять, например, ее как математически семь седьмых, то есть одно целое. Одна седьмая, я считаю, что это люди пожилые в Церкви. Это люди, имеющие опыт. Это люди, которые прожили очень много в жизни. Это люди, которые очень много видели. Это люди, которые очень много знают. Это люди, которые рвутся сегодня для того, чтобы что-то делать в Церкви. А откуда у тебя статистика, что одна седьмая? Мне кажется, больше. Потому что вчера по статистике, по статистике, вот в Москве 12-миллионный город. Москва. 25% пенсионеров. Ну, это хорошо. Это, считай, это 4 миллиона. Это каждый четвертый пенсионер. Я понимаю. Но я беру немножко специфику нашей Церкви. Если брать, например, тех же 7 седьмых, где-то, ну, возможно, 2 третьих, это даже 3 седьмых, это молодежь. Дальше, другая, как говорится, 3 седьмых, это люди среднего возраста. И я беру одну седьмую. Понял. Самую меньшую. Понял. Самую меньшую. Хотя наших благословенных, пожилых людей очень и очень много. И это люди, я снова повторяю, имеющие жизненный опыт. Люди, которые что-то прошли. Да это украшение. Аминь. Аминь. Беда. Беда. Беда тем церквам и служителям, в которых вытесняемый старший возраст. Беда. Почему? Ну, знаешь, на заре становления церквей, на заре становления нашей эмиграции, последней волны, знаешь, чего было? Было такое, вот, чуть-чуть хватнули, боком зацепило где-то там какого-то движения, где-то там с Прибалтики. И здесь, знаешь, плеяда, как мы говорим, молодых служителей расплавили плечи. Вот. И это зацепило некоторых из нас, будем говорить откровенно. Ну, не меня, нет. То есть я к старшему поколению всегда относился, так сказать, так, как должно относиться. Но некоторые из моих друзей их зацепило. И по обочине они прошли вот этого негативного явления. Да вот все по-другому здесь, да вот все, пальцем веером, да вот все, что вы там знаете, старший поколение. Но беда и горе тем молодым служителям, которые вытесняют старшее поколение из церкви, из рядов. То есть, да в совершенстве тело Иисуса Христа это одни и другие, и третьи, и четвертые. То есть это краса. Я понимаю. Но просто понимаете, Юрий, есть одна очень интересная как бы, ну, тенденция, не тенденция. Знаете, когда-то один из ведущих сказал, правда мне эта фраза не понравилась, мне показалась она немножко грубоватая. Он сказал примерно то, что горе, когда сантехник рвется в президенты, а президент рвется в сантехнике. К чему это? Понимаете, каждая вещь имеет свое место. Каждый человек, то есть каждый орган в теле, он имеет свое место. Если, например, мы говорим сегодня о пожилых людях, мы же должны смотреть, что говорит Писание. А там Писание говорит о сильнейшем потенциале для церкви. Сильнейшем. Хорошо. Что мы сегодня понимаем в служении? Мы сегодня понимаем, это кафедра. Ну, кафедра это святое дело. Хорошо. Ну, хор. Ну, кто может быть в кафедре? Пастырь, ну, может быть декона, ну, может быть там несколько приближенных проповедников. А остальные? Прихожане. Прихожане. Ну, извините, мы сами законсервировали, ну, извините, шесть седьмых церкви, если не больше. Мы законсервировали. Почему? Потому что так, евангелисты говорят, молодежь, это самая неучтенная, например, группа в церкви, которую никто не использует. Так же само никто не использует пожилых людей. А мы смотрим Писание. Павел посвятил три послания именно для того, то есть там есть части, которые говорят именно о людях, которые являются старшими. Ну, вот смотри, я задал одному служителю вопрос из своих старых друзей. Говорю, на кого ударение делаешь? Он говорит, ну, на бизнесменов. И я так, ну, с одной стороны, думаю, понятно, в него масса проектов. Но с другой стороны, а как ты говоришь, а где же этим место, если служитель, если пастырь, он ударение делает на бизнесменов. Ну, они дают. А с этими людьми что делают? Значит, если пенсионеры, если он доллар может или два, или десять положит в тарелку проходящую своих священных, значит, это очень мало, значит, я внимания ему не уделяю. Так, дело в том, что недавно мой сын примерно пережил то же самое. Я не буду эту ситуацию, это эфир, я не буду за это говорить. Но давайте мы вернемся к нашим благословенным. Однажды я был в городе Спокен. Есть. И там была одна благословенная церковь, ну, от нашей церкви там был колледж. И меня, как преподавателя, послали туда. Я отчитал свое время. Ну, у них группа находилась в подвале. А я вышел уже на, как говорится, нулевой уровень. Ну, сел себе на диванчике после обеда. Они писали тест, я немножко подремал. Меня разбудил пастырь. Я смотрю, в холле устанавливаются там столы, стулья. Я говорю, что это у вас будет? Он говорит, ну, сегодня мы будем чествовать наших пожилых. Мы хотим сделать для них вечер, чтобы они не чувствовали себя, ну, как бы, оставленными. Обделенными. Да. И он мне говорит, Юра, пожалуйста, подготовь проповедь. Ну, вы знаете, проповедь евангелистскую подготовить, но чуть-чуть не то. Подготовить о чем-то другом. Надо готовить именно о пожилых людях. И вы знаете, мне припомнился один неверующий пример. Вернее, верующий. Бабушки пришли к пастыру и сказали, пастырь, слушай, ну, что мы делаем в церкви? Ну, мы только здесь, ну, извините, чуть ли не воздух портим. Мы не хотим приходить. Он говорит, слушайте, бабушки, можно я вам что-то покажу? Пожалуйста. Он говорит, вот посмотрите, там кошелки стоят. Пойдите в этих кошелках принесите воды. Говорит, пастырь, ну, ты что, издеваешься над нами или что? Ну, кто ж в кошелке несет воду? Он говорит, я вас не спрашиваю за это. Я вас спрашиваю, идите к реке и принесите воды. Ну, бабушки были послушные. Немножко, как говорится, ворча внутри. Пошли. Ну, что не набирали? Вода выливается и все. И они приходят, говорят, пастырь, ну, слушай, ну, мы же тебе говорили. Он говорит, бабушки, посмотрите, пожалуйста, теперь на кошелки. Что с ними случилось? Они посмотрели, они стали чистыми. Вот так вы приходите в церковь, Божье Слово очищает вас. Это самое главное и самое важное. Но дальше, дальше получается что-то другое. Уметь задействовать потенциал – это огромное благословение. Почему? Ну, вы знаете, потому что если что-то лежит пассивно, инертно, оно никогда не принесет пользы. Но когда что-то поднять, чтобы оно работало, чтобы оно производило какую-то работу, это огромное благословение. Возраст делу не помеха. Да. Но давайте мы этот возраст поставим именно туда, где он нужен. Извините, в церкви может быть один, может быть два пастыря. Дальше. Ну, там несколько дьяконов, несколько дьякониз. А остальные люди, куда их девать? Извините, это не дело. Люди приходят, мертвым грозом сели на лавке, помахали головами два часа и до свидания. А я тебе скажу откровенно, Юрий, что это по большому счету зависит от умения лидера или старшего пастыря настолько мобилизовать старшее поколение и мобилизовать средний возраст и молодой, что оно работает настолько в гармонии, что там есть место для всех. Потому что есть и другая сторона медали, есть другая острая сторона вопросов, когда наоборот, на задворках служений находится молодежь, а старшее поколение, ну, так скажем, на передовой. Это тоже свой крен, который имеет свою пагубу. Я понимаю. Но настолько мастерство служителя проявляемо в том, чтобы все это дело таким образом построить, поставить, что смотришь и восхищаешься. Там и седина, там и детский крик, там и младенческий возглас, то есть там все есть. Да, да. Но если бы мы сегодня говорили за молодежь, мы бы говорили за молодежь. И тут, и тут. Ну, благословенно, я мог бы сказать многое. Да, да. Почему? Потому что молодежь – это самое незадействие. И церкви, где эта молодежь задействует, они переживают огромное благословение. Мне говорят, что здесь молодежь не хочет ходить в церковь. Мне говорят это, я удивляюсь, мы бежали в церковь. Мы же тоже были молодежь. А тем более молодежь, которая пришла с мира. Молодежь, которая пришла, ну, многие вещи. Но мы пришли в церковь. И наши служители могли заинтересовать нас и разбором, и какой-то работой, и какой-то помощью, и какой-то евангелизацией. Но там другой стержень был. Я понимаю. Это был другой стержень, конечно. Хорошо. Но давайте мы возьмем наши благословенные сакраменты. Любую церковь, которую мы сегодня возьмем, примерно схема одинаковая. Большая эта церковь или маленькая. Есть пожилые люди, есть служители, есть молодежь, есть люди среднего возраста. И как мы сегодня видим, работает церковь примерно от 5 до 15%. Остальные, как говорится, от 95% до 85%, они просто-напросто, ну, я не знаю. Посторонние наблюдатели. Да, посторонние наблюдатели. И вот очень важно, очень важно. Вот смотрите, есть динамит. Мне когда-то рассказывали историю, как его изготовили. Довольно интересная вещь. Когда он лежит спокойно, его не трогают, он лежит спокойно. Но стоит ему дать импульс, и он делает разрушительную работу, которая служит на благо. И давайте мы теперь посмотрим. Ну, у нас есть вопрос. Наши пожилые, наши благословенные, это люди, которые сегодня с нами в церквях. Это люди, которые сидят с нами на лавочках. Только не скажи, что к пожилому возрасту относятся 60-летние. А ну-ка разграничься. Хорошо, благословенные. Ты относишься, а ну-ка. Хорошо, у меня уже, видишь, есть седина немножко. Дело в том, что есть человек в 30, а он уже дедушка. А есть человек в 80, как вы мне сегодня рассказывали. И, извините, он как халев говорит, я до сих пор в силе. Он будет со мной в эфире в начале ноября. Это будет настолько благословенное время и эфир. Друзья, не пропустите. Именно об этом. Слава Богу. Это о нем ты сейчас говоришь. Ну да, да. Но ты мне так красочно рассказал за этого человека. Я его предоставлю широкой аудитории. Хорошо. С превеликим удовольствием. Хорошо. Ну давайте мы вернемся к нашей теме. Хорошо. То есть другим словом, что есть же определенные возрастные мерки, скажем. Это где-то пенсионный возраст мы говорим. Мы же не говорим о 50-летних или 60-летних. Хотя мы можем сейчас взять и этих людей. Почему? Потому что эти люди тоже в большинстве, они не задействованы. Они не задействованы. И извините, и люди понимают, что они служат Богу только тем, что они пришли на собрание, посидели, послушали, помахали головами, возможно, сказали аминь и до свидания. Какими критериями ты выделяешь в позитиве тех, которым уже 70, 80, 90, 60 лет? Хорошо. Вот сейчас я хочу как раз об этом говорить. Эти люди. Вот их служение. Они хотят служить. Хорошо. Я, например, для мужчин выделяю как бы три категории. Ты, может, добавишь не больше. Самое первое – это советчики. То есть человек, который прожил жизнь, имеет хороший опыт. Он может быть советчик. То есть советчик – это тот, кто дает советы тогда, когда у него просят. Не тогда, когда он сам лезет своими советами, когда это не нужно. Знаете, вот русская пословица говорит «хороша ложка к обеду». Но если ты сытый, и тебе дают ложку. Ты же скажешь, люди дорогие, ну только что ж поел, ну извините, пожалуйста. Ну не надо мне это сейчас. Когда я буду хотеть кушать, пожалуйста. И Писание, Библия, она прекраснейшая книга. И она дает нам хорошие советы, хорошие примеры. И вот один из примеров – это Руаам. Библия оставляет нам двоих детей Соломона. Одна девочка и сын Руаам. Кажется, человек, который был воспитан у ног в величайшей мудрости того мира. То есть того времени. И вот папа умирает. Соломон умирает. Да, были проблемы. Да, мудрость Соломона была настолько великой, что ему писания оказалось мало, и он полез в оккультизм. Да. И в одном из чешских магазинов я видел, ну стоял уголок, там была сатанинская символика. И одна из них – звезда. И подпись – звезда Соломона. То есть Соломон был первый оккультист, как говорится, на государственном уровне в Израиле. Ну написано так, потому что он начал, мы знаем, что он начал привлекать и кого. Да, да. И из-за этого Израиль был наказан. И потом разделилось после него на два. И вот теперь решается вопрос Руаамам. Израиль пришел и сказал, слушай, проблема. Твой отец налаживал сильно много на нас. Пожалуйста, уменьши. И вот у Руаама дилемма. Что делать? Никого послушать. Да. И он пошел к людям, умудренным опытом. И он сказал, что мне делать? И они посоветовали. И эти люди посоветовали. Мудрый совет, жизненный совет. Люди, которые были вместе с Соломоном. Люди, которые впитывали в себя эту мудрость. Они сказали, слушай, будь сегодня слугой народу. И они будут служить тебе. До конца дней. Да. Но Руаам этого оказалось мало. Молодым обратился. Он пошел к своим сверстникам. Один говорит, что? Вдвойне наложи. Вдвойне наложи. То есть мой бил вас бичами, я буду бить скорпионами. И что получилось? И он послушал советы пацанов, которые не имели мудрости. И потерял. И потерял. И потерял и надолго. И впоследствии мы видим, что он тоже опустился до уровня идола поклонника. Пока египтяне не навели порядок немножко. После этого он покаялся. И последние 5 или 6 лет он пробыл верующим человеком благословенным. Хорошо. Теперь я задаю вопрос сам себе. Юра. А каким должен быть совет? Это тоже интересно. То есть если я претендую на роль советника, значит я должен располагать чем-то, чем-то объемным, чем-то емким, с тем, чтобы этот совет что, принимался? Да. Ну конечно. Но самое первое, самое первое, что я выделяю для себя? Человек, давая совет, если мне нужен совет, например, я пришел к вам. Да. Самое первое, я выделяю то, что человек, у которого просят совет. Он не сразу его дает. Он думает. Верующий человек в придачу, он еще обращается к Богу в своем разуме. Прежде чем открыть уста. Да. Да. Почему? У меня было несколько случаев того, когда вот проявлялась библейская истина. То есть мудрость в испытаниях. Ну это по контексту первой главы Иакова, где в первых 12 стихах 4 стиха посвящены мудрости. И мы часто вырываем их с контекста и даем отдельно. Но здесь говорится о мудрости в испытании. И человек молится, человек просит у Бога, и Бог дает. И тогда человек открывает свои уста и говорит, вот тебе совет. Это очень важно. Совет должен быть неторопливым. Человек не должен торопиться. Спешить некуда. Потому что его совет может быть жизненно важным. Второе, что я выделяю, ответ не должен быть эмоциональный. То есть не должны играть эмоции. Вот, пожалуйста, друзья Рвама. Эх, да что ты, да скажи им. Ну сказал. Как некоторые, да скажи им всю правду матушку. Кому моя правда матушка нужна? Мне нужен совет, который поможет мне. Или который поможет человеку, который пришел за этим советом. Это очень важно. И снова же мы в Писании находим, что советы обычно давали люди, которые просили у Бога, которые молились. То есть люди, которые уже имели жизненный опыт. Но жизненный опыт, с одной стороны, это хорошая вещь, а с другой стороны, это враг номер один христианства. Почему? С одной стороны, если человек подумал, если Бог дал ему, как говорится, направление на этот жизненный опыт, который человек переживал в жизни, это хорошо. А с другой стороны, когда человек, игнорируя Писание, игнорируя Святой Дух, он дает жизненный опыт. А он к этому делу не подошел. Вот, например, человек пришел ко мне, у меня была проблема здоровья. Говорит, Юра, вот это тебе поможет 100%. Откуда ты знаешь? Я пробовал, мне помогло. У меня организм другой. Мне не помогает. Так же самое, для человека ситуация другая. Ему нужно то, что не является эмоционально, а то, что пришло от Бога. Именно этот совет. И вот у меня в церкви есть два человека. Два служителя. То есть я не пастырь. Но это два человека, это два пастыря. Это уже, как говорится, благословенные люди, которые знают свое место в церкви. Это один Николай Алифирчик и Владимир Спиридонов, если не ошибаюсь, фамилия. Каждую мою передачу, вот «Израиль сегодня» или когда мы с Александром Куманским проводим, они слушают. Они не спешат. Они проверяют все, что я говорю. Ты говоришь за радио. Да, за радио. И потом они звонят мне. И они говорят, да, Юра, вот ты сказал об этом, мы проверили это. Слава Богу, слава Богу, что ты разбираешься. Слава Богу, что ты это говоришь. Слава Богу, потому что мы об этом не знали. И дальше они мне дают советы. Они мне дают хорошие советы. Почему? Потому что это люди, которые вместе со мной переживают за эту программу. Переживают то, что ее слушают верующие люди. А это люди, умудренные опытом. Это люди, которые прошли, то есть еще проходят свой жизненный путь, но они уже прошли очень много. Я по сравнению с ними маленький мальчик. И я очень часто... Ты не умаляй, не умаляйся. Нет, но я говорю, я очень часто слушаю их советы. Ну да, но это правильно. Это правильно. Если бы ты стал в позу боксерскую и сказал, а кто вы такие? Да мы и сами с усами. Да вот я и прочее, я там образование имею. И несколько коридоров церковно-приходской школы и прочее. Понятно, что это тебе было бы большой минус. Но если ты в смирении, даже имея право, может быть, и возразить или не принять, но ты в смирении принимаешь, это тебе идет в плюс. Ну, слава Богу, видите, дело в том, что церковь, церковь, это не, как говорится, мой приход. Церковь – это не мой дом, не моя квартира. Церковь – это Божий институт. Ты знаешь, вот в обращении со старшими людьми мы должны понимать наш возраст, а особенно моложе возраст, молодой возраст, что каждый индивидуум, Богом сотворенная личность, она претендует на то, чтобы его любили, его уважали. И когда человек чувствует внутри, в контексте нашей беседы мы говорим о старшем человеке, о старшем по возрасту человеке, когда он чувствует внутри свою, я сознательно применю это слово, свою значимость, свою значимость. Я соглашаюсь. Значимость, это очень емкое слово, значимость того, что он не лишний, что он не обуза. Вот за это мы и говорим. Что он не на задворках, но даже находясь на задней скамейке или в задних рядах, он чувствует свою значимость в теле Иисуса Христа. И это мы должны что? Уважать. Учитывать, да. Уважать и учитывать. Вне этого человек теряет индивидуальность. Ребенок, если не создавать ему условия и не подталкивать его к тому, что он значим, он значим, во-первых, в своих глазах, он значим в глазах окружающих людей, он значим в глазах своих родителей, точно таким образом. Дети, имея уже родителей пожилом возрасте, они должны понимать, что уделяя внимание, времени и время и внимание и финансы для своих родителей и помощь для своих родителей, мы этим самым усиляем, послушайте мне, мы этим самым усиляем в мировоззрении старших наших христиан, старшего возраста, в том, что они замечаемы, то есть, что они любимы, что они важны. И вот эти моменты очень важны. Продолжай, Юра. Хорошо. И я вернусь к понятию советчик. То есть, когда мне нужен совет, я прошу у человека совет. Хорошо. Какие советы мы желаем получить? Самое первое, как жить. Это очень важно. Мы находимся в сложное время. Как нам жить? Мы можем жить, как, извините, приходить в церковь, а жить, как люди этого мира. Дальше. Мы можем жить, как один стихотворец говорит, «И живет такой ханжа, такой между небом и землей». Как нам жить? Дальше. Как нам вести отношения в семье? Снова же. Это довольно интересно. Почему сегодня в Америке столько разводов? Среди христиан, как ни странно. И я был на одном из семинаров, человек давал статистику. Это страшная статистика. Почему? Как? И снова же. Вы знаете, мне когда-то сказали очень интересную истину. Бог порует одного плюса, другого минуса. Почему? Говорит, если будут два минуса, у них пробежит крыша. Если будет два плюса, они ее сами проломают. Потому что это два плюса. В данном случае мы понимаем, что в семье должен быть один глава. И мы понимаем, что Писание говорит за мужчину. Женщина помогает. Но довольно часто женщина, понимая свое место, она дает такие советы мужу, что он их принимает. И практически получается, муж, который глава, он принимает советы жены. И это очень важно. Дать молодежи правильное направление в семейной жизни. Я сегодня не вижу, чтобы у нас кто-то вел семинары для молодежи. Именно по семье. Я этого не вижу. И часто бывает так, что молодежь приходит и просит совет. Хорошо, дальше. Как поступать в той или иной ситуации? И это тоже очень важно. Как поступить? То есть, есть конфликтная ситуация. Вот у меня, я работал на шахте. Я этого случая не рассказывал. У меня был хороший начальник. Я помню фамилию Максимук. Прекрасный мужчина. Но когда они спускались в шахту, у них что-то с головой случалось. И вот он приходил, орал, кричал, ругался. Ты не знаешь, почему? Ну, во-первых, это было ближе к преисподним местам. Да. Но суть в чем. Я работал ведущим электрослесарем. Нам давали, я в ремонтную смену ходил. Нам давали работу на три часа. За три часа я должен справиться, потому что участок добычной должен работать. Это наши деньги. Это наша премия. А разница была в 300-400 рублей на то время. И получалось так. Он приходит, отсылает нас в другое место. А работа наша остается, нам ее сделать надо. И мой напарник часто ругался, Юра, не слушай. Ты что, ему не можешь сказать? Хотел сказать. Мне советовали молчать. И Дух Божий внутри тоже говорил молчать. Пришло время, когда я сделал аварию. Я не был виноват там. Меня попросил горный мастер. Я сделал все так, как он сказал. Но шишки упали на меня. И получается, на следующий день я прихожу на работу. И он оставляет меня, начальник. И все уже потирали руки. Ох, сейчас верующий получит. Но он встал и сказал, Юра, я знаю, что ты работаешь, ты не отказывайся. Ну, пожалуйста, ну не делай глупых приказаний горного мастера. Я прошу тебя. Смотрите, ситуация. Он защитил меня практически. Он меня защитил. Человека, которого, ну, не то, что ненавидели, меня уважали. Уважали как работника, но как верующего. Не очень. Хорошо. Мы смотрим дальше. Советы. Как обращаться с неверующими. Это тоже очень важно. И этот пример, он был как бы свидетельством того, как обращаться с неверующими. Дальше. Как нам, молодым служителям, начинать и вести служение. Это тоже важно. Почему? Ну, мы знаем, что в 90-х годах, в конце 80-х, в начале 90-х много служителей уехало. Мы, молодежь, стали в служении. И многие вещи мы не понимали, не знали, что делать и как. Хорошо, что в Новолынске был Алексей Рыдько. Это человек, который сначала, ну, у меня что-то было с ним чуть-чуть нехорошо. Ты хочешь в прямом эфире рассказать, что было? Зачем? Зачем? Это не послужит ничему. Он, кстати, водворился у Господа уже. Я знаю. Я знаю. И для Новолынской церкви это был большой удар. Это был и большой удар для меня. Почему? Потому что, например, после 92-го года это был человек, который меня поддерживал во всем. Он поставил меня снова проповедовать. Он благословил меня на еврейское служение. Он делал все для того, чтобы это служение, как говорится, оно действовало. И когда вы провели первый еврейский вечер, они плакали вместе с евреями. Ну, видишь, ты взял сторону служителей пожилых. А мы же говорим в целом о церкви. Сейчас. Мы же понемножку идем. Но вы знаете, это ж нехорошо с первого на десятый прыгать. Ну да. Это аж. Хорошо. Дальше следующее. Это наставник. Тот, который наставляет. Кто может правильно наставить? Человек, который имеет жизненный опыт. Человек, который прошел что-то в жизни. И мы знаем в Писании. Вот смотрите. Моисей и его тесть. Тесть, кажется, был никто. Евреи говорят, что это был отставной мадиамский священник. Ну да. Почему? Потому что... Даже не еврей. Ну да. Даже не еврей. Да. Этот человек просто узнал о живом Боге. И его за это отстранили. И вот теперь он приходит к Моисею, к своему зятю. И он видит что-то... Не так. Да. И он ему спокойно, по-отцовски... Говорит, нехорошо делаешь. Да. Моисей не рвал на себе одежды. Не говорил, как ты, язычник, мне тут что-то говоришь. Моисей послушал. Наверное, попросил откровения у Всевышнего. И сделал так, как говорил ему тесть. Это прекрасно. Ну вот, Юрий, я прошу прощения. У нас практический разговор с тобой должен получиться. В целом он получается. Но вот смотри. Когда ты говоришь о советах. Я вот хочу выхватить твою мысль. Ну понятно, те, которые около старшего служителя. Около старшего пастыря, советники в пожилом возрасте. О них понятно. Они советуют день и ночь. И он с ними советуется. А особенно, если он одинаковый возраст с ними. Но мы же говорим не только о них. Вот именно я. Мы говорим о тех, которые сзади сидят. Да, да. Имеет ли он право советовать или нет? Если ты обращаешься к нему, он имеет. У нас был такой брат Яков Нововолынский. Ну он молодым когда-то отошел. Потом пришел. Покаялся. И часто, часто мы спрашивали у него советы. Часто. И этот человек давал очень хорошие советы. Очень хорошие. Не глядя на то, что он был просто, как мы говорим, другорядно людином. Да. Дело в том, что мы обращаемся к людям, которые имеют жизненный опыт. Мы даже не смотрим на характер его служения. А зачем? Мы смотрим на возраст. Да. Я знаю, например, что часто служители это занятые люди. Потому что, видите, у нас церковь сделала акцент, ну, немножко в другую сторону. Почему? Потому что по писанию пастырь это душепопечитель. Это пастух, который пасет и охраняет овец. Мы сегодня сделали пастырь, это больше администратор. Ну да. Это больше командир. Это больше, как говорится, ну, тот, который впереди, впереди и впереди. Но, извините, за ним идут люди. И с этими людьми надо работать. Почему? У них есть боли. У них есть проблемы. У них есть очень много неясных вопросов. И тем более вопросов в Писании. Вот мы сегодня с вами говорили за то, что есть в Библии некоторые вещи, которые мы не понимаем. А почему не понимаем? Потому что это с другой культурой. Это с другой культурой. И вот я недавно братьям говорил, термин возненавидел. И Иисус говорит, кто следует за мной, должен возненавидеть отца и мать. Как это так? Господи. Ну, тут ты говоришь, что ты должен любить отца и мать. А тут ты говоришь возненавидеть. И вот приходит к тебе за советом. Что за такая неразбериха в Писании? А ну-ка отвечай. И дело в том, что в еврейском языке, в еврейской культуре смысловая нагрузка этого термина совсем другая. Просто не стал иметь с ним дело. В деле спасения Бог не стал иметь дело с Исавом, а именно с дело с Иаковом. Но он благословил Исава. Он дал ему территорию. И когда евреи проходили, я пяди этой земли не дам вам. Потому что я отдал эту землю Исаву. А Исав это сын патриарха. То есть терминология. И вот когда мы говорим с пожилым человеком. Человек, который знает Писание. Человек, который имеет церковный опыт. Опыт служения. Опыт советов. И человек нас спокойно успокоит. Расскажет. Объяснит. Благословит. И ты выходишь и говоришь, господи, ну кажется у тебя побывал. Прекрасно. Ты говоришь идеал. Ты об идеале говоришь. Зачем? Ты говоришь, наверное, о таком состоянии, которое в идеале может быть. Оно должно иметь место. Несомненно. Я не вопреки тому, что ты говоришь. Но я говорю, что ты говоришь идеальную среду. В идеальной среде так и должно быть. Благословенно. Но мы стремимся к идеалу. Да, я понимаю. Был в Нововолынске такой брат, дядя Ваня Мельник. Много разговоров было за этого человека. Мне он запомнился как благословенный брат. Я дружил с его сыном. И тоже надо было советы. Дядя Вань, что делать? Дядя Ваня давал советы. Невысокого роста. Да, я помню. Человек, который прожил много трагедий в жизни. Но снова, с другой стороны, совет. Мой тесть, Власик Иван Степанович. Работал в Маневичах в сельсовете в кочегарке. Ну, кажется, кто такой кочегар? Но руководитель Маневич ни одного решения не принимал, не придя в кочегарку. Был один случай, который положил этому начало. Он был на распутье в принятии решения. И у него сильно болела голова. Где-то тесть зашел, они поговорили. Говорят, Степанович, ну, как бы вы? Тесть дал совет. Тот сделал. Совет оказался дельным, хорошим. А знаешь почему? Можно иметь позицию, но и не иметь влияние. А можно иметь влияние, не имея позиции. Согласен. Мой тесть не рвался никуда. Но председатель Маневичского сельсовета, дальше, председатель его сельсовета, где он жил, они постоянно за советом приходили к нему. Советчик. Советчик. Хорошо. Есть еще одно, то, что могут делать пожилые люди. Пока мы говорим за мужчинами. Например, служитель занят. Служитель занят. Но его дело обойти людей. Вы знаете, я в Сакраменто слышу, очень много говорят, ну, вот служители, они приходят к нам, все. Да есть потенциал в церкви. Позови двух братьев, скажи, слушай, надо по вот этому адресу сходить поговорить. Все. Это люди, которые не задействованы. Это люди побегут туда. Почему? Потому что это служение. А самое великое служение, это служение детям Авраама. Это верующим людям. У евреев это было привилегие, служить детям Авраама. Служить верующим людям, люди, которые искуплены кровью Иисуса, это величайшее привилегие. Я не знаю, почему это сегодня не делается. Не знаю. Просто не знаю. В Нововолынске, когда мы были, я приходил к служителю. Служителю, Юра, надо сходить туда. Я брал кого-то, мы шли. Люди приходили сами. Служить людям – это прелесть. Это прелесть, это радость. Почему? Потому что человек пришел к тебе грустным, а тебе уходит радостным. Все. Ты сам радуйся, ты сам ликуешь. Ну вот смотри, ты говоришь о служении людям. Опять же, ты снова говоришь об идеале. То, что должно иметь место, это должно быть. Среда, в которой мы находимся, к сожалению, к великому прискорбию, она диктует такие свои жизненными обстоятельствами, вот наше, вот все наше, что служить людям – это уже плати, брат мой. А, служить? А кто заплатит мне? Я понимаю. Прошу прощения. Вот я прошу прощения, да? Я не буду говорить ни город, но это в другом штате, это не в Калифорнии. Ни город, не буду говорить, ни штат. Буквально это было две недели назад. И мне, молодой человек, разоткровенничался со мной, говорит, а я сказал так, если меня не выберут диаконом в церкви, я уйду из церкви. Юра, и все наши зрители этого эфира, это было мне ножом в сердце. И я помолчал, говорю, ну что, выбрали? Ну да, а куда вы делись? Выбрали. Ну и со мной еще там 20, говорит, выбрали. Мне это страшно не понравилось. Да диаконское служение – это служение, это служить людям, это не позиция, это не положение твое в церкви. И ушел бы. Так он со мной разоткровенничался, а того рукополагают, того сына пастора рукоположили. Я сказал, меня не рукоположьте, я уйду. А я этому старшему пасторю, этому старшему пастору, и при случае, я скажу, слушай, таких диаконов в шею надо гнать из церкви. Да он служить должен людям. И знаешь что? Знаете, что я сделал? По секрету и в прямом эфире. Я ему так сказал. Я полностью оплачиваю, беру на себя расходы твоей поездки в Южную Корею. Не в Северную, а в Южную. Которая настолько на меня, и не только на меня, на сотни из нас служителей повлияла, когда мы увидели, что такое служение. Когда 70-80-летние дедушки и сестры, бабушки, корейцы, диакона, подходили к нам и служили нам. Вот они так нас обслуживали, украинцев или славян, так скажу. Они бегали около нас, они на нас сдули, они сдували пылинку с плечей наших. Вот это настоящее служение. Я ему позвонил, говорю, слушай, я хочу тебе... Оно меня так негативно, то, что он говорит, не рукоположит, уйду из церкви. И я ему позвонил и говорю, я хочу сделать тебе подарок. Тебе ничего не будет стоить. Видите, я не называю ни имя, ни штатам, ничего. Это может быть на Флориде, это может быть в Вашингтоне, и это может быть на Гавайях. Но это история последних нескольких недель. Я говорю, я беру на себя, не из-за того, что я богатый человек. У меня расходов своих, знаешь, какие наши зарплаты маленькие. Я понимаю. Маленькие, да. И это. Но, говорю, я беру на себя полностью обеспечение, перелет от твоего туда, пребывание там. То есть я жду от него пока ответ. Я жду ответ от него. Я к чему? Что служение – это служение. То есть ты служишь людям. Ты не ищешь, чтобы тебе служили. Это как Христос. Я понимаю. Пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить. Аминь. Продолжай, Ира. Хорошо. Ты на такой больной наступил мозоль, что я, видишь, я приложил толкование, что такое служение людям. Я понимаю. И дело в том, что, когда мы говорили за еврейские вопросы в прошлых передачах, у них есть люди в синагоге, которых называют габайтстака, то есть раздоятели милостыни. Что делают эти люди? Я вот почему я хочу просить вас сделать эту передачу о определенных неясностях Библии с позиции еврейской культуры. Мы сделаем. И получается, что делали эти люди? Вот синагога находилась на километровом квадрате. В центре была синагога, потому что субботний путь, около километра, люди должны быть членами этой синагоги. Так вот, эти люди самые богатые, самые знатные люди этого квадрата. Что они делали на своем участке? Они знали всех сирот, всех вдов, всех бедных, всех обездоленных и всех девочек, родители которых не могли собрать деньги для преданного. Дальше старушек тоже всех. Старец 65 лет. Хорошо. Для чего это все? Если семья не могла собрать деньги на преданное, их собирала синагога. Почему? Евреи говорили, мы все одна семья, у нас один отец и одна мать. С другой стороны, у них есть заповедь, каждая девочка должна быть матерью в Израиле. И это делала синагога. И это делали эти люди, самые богатые люди, которые беспокоились, которые служили этим бедным. Я когда был руководителем в Нововолынске, это еврейской общины маленькой, извините, я ему уже рассказывал, у меня был дедушка, Дима Пиценкес. Может, ты знаешь, на четвертой шахте была маленькая парикмахерская, он был там. Это человек, который прошел через гето, человек, который убежал с этого гето за три дня до расстрела. У него стало немножко после этого нехорошо, с головой. Но когда я его привел в комитет, когда с ним познакомились, и вот теперь Луцк присылает гуманитарку, хорошую гуманитарку, и сразу говорит, Юра, а что ты дал Диме? Я говорю, самое лучшее. Вот это мы и ожидали. Потому что это служение, это служение, люди, которые могли, люди, которые имели финансы, они служили людям обездоленным. То есть старшее наше поколение может служить? Может. Может. Если у нас есть немножко времени, я хотел бы немножко сказать еще за наших благословенных сестер. Ох, это потенциал. Это, не знаю. Ты посмотри на мою маму Валю. Это настоящий потенциал. Ну я за что говорю. Извините, пожалуйста. Да, это потенциал. Мы видим, в церквях есть две проблемы. Первое, бабушки, которые сами, которые живут в апартментах сами. И с другой стороны, многодетные семьи, у которых муж где-то поехал траком или где-то на работе по 12, по 18 часов. То есть она с детьми сама. И довольно часто, это не секрет, и раздается ропот, и что-то нехорошее. Почему? Ну потому что с детьми тяжело. Мы понимаем. Да, конечно. Хорошо. А теперь давайте мы возьмем вот эти два минуса, и в результате в сумме у нас получится плюс. Хорошо. Пусть такая семья найдет бабушку, ту, которая живет сама. А Писание говорит, чтобы вдовицы, что они делали? Ну да. Они учили жен любить мужей, а за разум и помогать им. И вот смотрите, эту бабушку утром привезли на дом. Что она делает? Во-первых, она поможет. Она поможет и с детьми. Она поможет приготовить. Она поможет, возможно, и постирать. Она все поможет. Плюс к этому, она будет иметь целый день общения. И следующее, она поможет этой женщине. Она будет говорить о любви к мужу. То есть, о сохранении семьи. А это величайшее. Я говорю, чем наши славяне выиграют в Америке? Семья. 15 ноября у меня будет 30 лет, когда мы с моей благословенной Любовью Ивановной как говорится, в церковном освящении. 30 лет. 30 лет, да. Я боюсь говорить слово брак, потому что узы брака, это, извините, двоих взяли наручниками и сказали, вот вам семья. Потому что так, брак, это что-то несовершенное, а узы, это тюрьма. И получается, несовершенная тюрьма, с которой так иногда хочется убежать. Но в Писании есть слово освящение, когда двое отделяются, для того, чтобы вместе быть подобием Всевышнего. Дальше, для того, чтобы вместе, говорится, давать жизнь подобным себе. И для того, чтобы вместе идти по жизни. А это огромное благословение. Четвертое я добавляю. Я на одной, пару недель назад, где-то на одной, на свадьбе, в завершении, я так говорил. Кроме этого тобой перечисленного, я еще четвертое добавил. Хорошо. Чтобы праведность передавать из поколения в поколение. Ну, правильно. Как написано, учить детей своих ходить путями Господними. Даже во второзаконии написано, дабы по следующему роду передали, что праведен Господь и нет неправды в нем. И мы видим, насколько в данном случае наши благословенные бабушки, они будут задействованы. Но только благословенные, давайте мы правильно применим то, что нам говорит Писание. И получится два минуса, как говорится, вечно недовольная чем-то жена и бабушка, которая сама. И вот они теперь двое. Извините, я в Киеве слышал разговоры, что бабушки приходят в магазин только для того, чтобы с продавцом перекинуться пару словами. Не с кем. Не с кем. А здесь целый день разговор. А здесь целый день. Ты знаешь, по статистике самые одинокие в Америке, самые одинокие, это пожилые люди. Понимаю. Это ужас. Я когда узнал статистику, все, что они знают, это голубой экран. Это холодильник, который душу холодит. А общения нету живого. Совершенно верно. То, о чем ты говоришь, живое общение. Хорошо, Юра. Сколько у нас еще минут? У нас еще 7 минут. Ага. И еще одно очень важное. Это бабушки и дедушки. Они могут быть хорошими миссионерами. Снова же, это работа. Зачем сидеть, извините, дома? Вышли, поговорили. Кто о небесах расскажет лучше? Как ни дедушка. Так в Америке, знаешь, что один дедушка здесь, по-моему, раньше Кордово делал. Лично мне говорил. По-английски вообще ни с кем, два слова не знает. Даже Хаварию не знает, что такое. Я говорю, Хаварию, он не знает, что такое. И вот соседи вокруг американцы, он выходил на своем пятачке, там, где все дома, он вставал на колени, приглашал, там, подходили, он вставал на колени и вверх поднимал свои руки. Аллилуйя. Вот это его ангелизация. Слава Богу. Представил? Представил? Да. Но смотрите, человек не согласился с положением, как говорится, пассивности. Он делал то, что он мог. Что он может. Да. Второе, что могут эти люди, это молитва. Я просто уже спешу, потому что, ну, время подходит к концу. Молитва. Кто лучше, пред Богом, предоставит детей и внуков? Они. Бабушка, дедушка. Слушай. Потому что обычно говорят... Ты прямо в десятку попадаешь. Ты говоришь, а я сразу о своих родителях думаю. Потому что говорят, первый ребенок, это последняя кукла. А первый внук, это первый ребенок. И внуков любят больше и лучше. Я не знаю, почему это так. Но сколько я у людей спрашивал, мне говорят, Юра, это так. Они как молятся о внуках? Аллилуйя. Это прекрасно. Моя жена постоянно молится за внуков. Постоянно. Нету ни одного дня, чтобы она пропустила. Потому что, ну как, мы хотели девочку, внучку, но у нас три внука. Но у тебя они все потеряны. Ты не отчаивайся. Я понимаю. И вот смотрите, это очень важно. Молитвенное служение и ванализационное служение это могут делать эти люди. Они не заняты, они свободны, у них очень много времени и плюс, плюс к этому у них общения очень много с такими же пожилыми людьми, которые сегодня вне Бога. Где-то на лавочке, там собраться, посидеть, да? И для церкви очень важно. Я снова вертаюсь в церковь, потому что мы начали с церкви и нам надо вернуться в церковь. Потому что церковь, ну я считаю, это наша духовная мать, это Божье благословение для нас, ну это то, что нам дано от синагоги. Хорошо. И очень важно, очень важно, просто задействовать этот потенциал. Задействовать. Просто кому-то не полениться, а задействовать этот потенциал. Хорошо, смотрите, в еврейском языке есть слово пресвитер. То есть там закен, в греческом это пресвитер. То есть это старец, старейщина. То есть люди, умудренные жизненным опытом, их использовали для служения. Почему мы сегодня... Поэтому неправильно, когда пастырям по 70 и по 75 их уже хотят списать, правда? Они старейщины. Я понимаю, да. Но дело в том, что они могут, они могут, я просто вырую предположение, они могут подготовить человека, поставить, а сами быть вот этим консультативным советом. И этим старейщинам. Да. Потому что очень часто пастыр не знает, что делать. Точно. У кого он спросит. Точно. Он спросит у людей, которые сами проходили это служение. И поэтому это очень важно. Ну, мораль нашего, нашей беседы, она какова? О том, что в теле Иисуса Христа место есть для всех без исключения. И вы не лишние, дорогие бабушки, дорогие дедушки, вы не лишние. Ни в очах Божьих, ни в наших глазах. Я с таким уважением, с почтением, с почитанием отношусь к старшим людям. С годами это приходит. Ты знаешь, когда молодые, когда, знаешь, у нас вот кажется в наших глазах, что вся жизнь впереди. Ну да. Все еще так лазурно, или все так, это все красочно, все так гламурно. Когда в 20-30, а когда разделил пятый десяток, ты уже начинаешь мыслить уже по зрелому. По зрелому. Я буквально 24 сентября 56 исполнил. О, Дюро, ну так я тебя поздравляю. Спасибо. Я поздравляю. Знаешь, номер телефона, скажи, пожалуйста. Хорошо, друзья, я бы хотел бы дать свой номер телефона, пожалуйста. Если появятся какие-то вопросы, или вы захотите пообщаться, пожалуйста. Эриякод 916. Это эриякод города Сакраменто. Номер 588. 0 5 8 8 8 То есть очень легко. 5 8 8 посредине 0 и снова 5 8 8 Однажды молодой человек проходил по кладбищу и на надгробе он прочитал следующее. Видит фотографии пожилого человека на надгробе он прочитал следующее. Я был таким, как ты, а ты будешь таким, как я. И эта фраза, она сильно повлияла на молодого человека. Он стал по-другому смотреть на старшее поколение и на свою жизнь. Поэтому, Юра, спасибо. Мы обязательно в следующих программах поговорим относительно трудно понимаемых мест Писания во свете Старого и Нового Завета. Мы проведем и по эсхатологии у нас еще есть с тобой тема. У нас будет ряд тем. Поэтому, друзья, спасибо, что вы были с нами. Помните, Иисус Христос любит вас. Мы также любим вас. Будьте благословены. Оставайтесь с нами на импакте. Стойте вместе с нами. Молитесь за нас. Поддерживайте нас. И молитвами вашими, и вашими финансами. И, так сказать, будем стоять вместе для того, чтобы мы делали дела Господни. Аминь. Это очень важно. Юра, очень важно. То, что мы делаем с тобой, даже вот эти наставления, даже наши беседы, то, что... Вот сегодня я получил письмо, я жалею сестра Евгения. Не помню, с какого штата она написала. Жалею, что я не взял и не прочитал. Но так тронуло мое сердце. Она пишет, что делает служение лично для нее. Старшая сестра, пожилой возраст. Поэтому Господь да благослови. Мне говорят, что у нас еще несколько секунд есть. Соверши молитву. Соверши, пожалуйста, Господи Иисус. Дорогой Господь, мы благословляем Святое Имя Твое Божие. И ты видишь, Господь, то, о чем мы говорили. Господи, благослови, пожалуйста, наших пожилых. Господи, благослови, и пусть Твоя милость будет над ними, Господи, пожалуйста, во имя Иисуса Христа. Я прошу, Господь Боже мой, чтобы эти люди, они были тем потенциалом в Церкви, Господь, который работает, работает и будет работать и приносить плод. Я прошу это все во имя Иисуса Христа. И за все, Господь, я благодарю Тебя, вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Сын и Дух Святой Редактор субтитров А.Семкин